Достигай Израиль и весь мир! Шалом, Едидим, друзья и возлюбленные! Мир и благодать всем вам! Баруха Шэм, благословенное имя Господне! Дорогая, сегодня мы углубимся в Слово Божие. Я хотел бы поговорить о том, как важно развивать привычку постоянно, проводить время наедине с Богом. Я понимаю, что многим из нас нужно дисциплинировать себя для этого, но ценности преимущества времени, проведенного наедине с Богом, огромны. А в Библии сказано, что Иисус часто удалялся в уединенное место, чтобы провести время со Своим Отцом Небесным. Он понимал, как важно удалиться от людей, чтобы побыть только со Своим Отцом. Что ты об этом думаешь? Тем самым Иисус показывает нам путь, путь к миру и покою, и к тому, как твердо стоять на жизненном пути. Недавно я читала статью об одном мужчине. Он был очень одинок. Он искал счастья и удовлетворения. Он шел то в одном, то в другом направлении. В итоге он стал заниматься дайвингом. И там, наконец, в полной тишине он услышал Бога. И он понял, вот что мне нужно – время с Богом. Время с Богом дает нам мир. Тот самый мир, который наш Творец приготовил для нас. Шалом, Едидим. Едидим – это на иврите друзья или возлюбленные. И где бы вы ни смотрели на сейчас, добро пожаловать в леса Колорадо. Я здесь провожу время наедине с Богом. Здесь я впитываю Бога и Его славу. Писание говорит «Успокойтесь и познайте, что я Бог». Есть что-то особенное в том, чтобы проводить такое время наедине с Богом. Конечно же, здесь мы еще и снимаем, но я нахожу время, чтобы побыть только с Богом. Именно в таких местах происходит то, чего очень сложно добиться, когда мы дома и заняты различными делами. Писание говорит, что Иисус часто удалялся в уединенное место для молитвы. Часто Он уходил в горы, как и мы сегодня. Давайте вернемся к посланию к римлянам. Мы продолжаем серию программ на тему «Путешествие по посланию к римлянам». Сегодня это уже третий выпуск на эту тему. Я хочу окунуться в эту книгу, потому что послание к римлянам — это Евангелие, проповеданное Церкви апостолами. Сегодня мы продолжим читать с 1 главы 16 стиха. Вначале Павел пишет, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Повторюсь, если мы хотим знать, что такое благовестие или Евангелие, то нам нужно выяснить, а что об этом говорит Писание. Евангелие, которое проповедуется сегодня, это совсем не то Евангелие, которое было оставлено святым. В другом своем послании Павел написал, «Если кто-то принесет вам другое Евангелие, не такое, как принес я, то пусть он будет проклят». Поэтому нам нужно внимательно изучить, что именно Писание называет Евангелием. Основная разница между современным Евангелием, которое мы часто слышим сегодня, и тем Евангелием, которое записано в Писании, состоит в том, что Евангелие, которое мы часто слышим в современной церкви, сфокусировано на мне, «все мне и для меня любимого». А вот какое Евангелие мы чаще всего слышим сегодня. В современных проповедях Бога нам представляют так. Мы можем использовать Бога для достижения своей мечты. Иными словами, если вы верите в Бога, то Он решит все ваши проблемы с финансами, с браком, вы получите продвижение по службе, вы будете успешны, богаты и счастливы. То есть, суть в том, что Бог должен делать нас счастливыми. Все ради нас. Но это не то Евангелие, суть которого в том, чтобы в первую очередь прославлять Бога. Евангелие, которое дал нам Павел, начинается с того, что человек осознает свою греховность и понимает, что именно из-за греха он отделен от Бога. Но по своей милости Яхве, Бог Авраама, Исиака и Акова, исполнил свои обещания, записанные в Писании, послав Искупителя Иисуса, потом к Аврааму. И если мы придем к Богу, Израиле, через Иисуса, Бог избавит нас от наших грехов и вернет нас к себе. Вот что такое истинное Евангелие. Его суть не в том, чтобы Бог стал моим джинном, если я использую правильную формулу, то Он сделает мою жизнь сказкой. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на то, что Писание говорит об истинном Евангелии. И как сказал Павел, «Если кто-то проповедует другое Евангелие, то пусть будет проклят». Нам нужно вникать в Слово Божие. Поэтому давайте продолжим читать Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еленом». Слово «спасение» переведено с греческого, на котором был написан Новый Завет. И на греческом оно звучит как «созо». Оно означает «целостность в духе, душе, разуме и теле». Поэтому, когда Павел говорит, что Евангелие — это сила Божия ко спасению, он имеет в виду, что через принятие Иисуса мы входим в целостность с Богом. Эта целостность возможна только благодаря взаимоотношениям, и они дают нам шалом в духе, душе и цели. Получается, что глубочайшие желания нашей души удовлетворяет только Бог. Не вещи, а Бог. Иисус сказал, что вечная жизнь в том, чтобы вы познавали Бога и Иисуса, который вознесся к Нему. Итак, благая весть или Евангелие, о котором говорит Павел, должно привести нас ко спасению и сделать нас целостными в Боге благодаря тому, что мы в отношениях, в единстве с нашим Творцом. Но мы продолжим читать. Он говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». «Подумайте об этом. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Возможно, вы слушали меня не очень внимательно, поэтому не заметили этого. Может, вы были внимательны, но для вас это не было столь очевидным. Возможно, вас не зацепила фраза Павла, «Я не стыжусь благовествования Христова». Но я хочу, чтобы она вас зацепила. В Новом Завете есть еще одно место, где сказано, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Я считаю себя весьма смелым свидетелем Иисуса. Когда я только спасся, в 78-м году, если бы вы стояли позади меня в магазине, то я бы повернулся к вам и стал говорить о Боге. Иисус сказал, «Вы будете мне свидетелями. Я не знал, будет ли у меня еще одна возможность засвидетельствовать тому человеку?» Я хочу сказать, что считаю себя смелым свидетелем Иисуса. Но даже мне иногда приходится бороться с чувством стыда за Евангелие. «Что же я имею в виду?» Господь, прости меня за такие слова, но я иногда ловлю себя на этом. Я распечатал небольшие карточки, на которых написано «Кто я ком?» С другой стороны, написано три вопроса, а именно «Откуда я?» «Почему я здесь?» «И есть ли что-то большее?» На обратной стороне написан адрес нашего сайта, и когда они заходят на него, там я рассказываю им Евангелие. Однажды я сидел в машине и собирался войти в какой-то магазин. Со мною были эти карточки, и я подумал, когда я буду выходить из магазина, нужно будет дать одну из них человеку, который стоит на выходе. И внутри у меня тут же возникли такие мысли, «А зачем это делать?» Он точно не возьмет, и подумает, что я какой-то странный, а может и сумасшедший, но затем я сказал себе, «О нет, не стыдись Евангелия или свидетельства о Господе». Я понимаю, что у некоторых из вас тоже бывают с этим проблемы, и я хочу ободрить вас. Выходите из своей зоны комфорта. Я понимаю, что это сложно. Я вас не осуждаю. Бог любит нас, но мы должны быть Его свидетелями. Как говорил Павел, не стыдитесь Евангелия. Я хочу продолжить читать, но хочу подчеркнуть серьезность этих слов. Мы должны быть свидетелями. Нам нужно преодолевать чувство стыда, потому что мы не должны стыдиться. Мы не должны позволять дьяволу стыдить нас за смелое свидетельство об Иисусе на земле. Я мог бы долго говорить об этом, но я, евангелист, и я хочу передать вам свое помазание. Когда Господь призывает апостолов, учителей, евангелистов, пророков и пасторов, то одна из их ролей — передавать свое помазание всему телу Христа. Ну а мы пойдем дальше. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Тут есть еще одна важная мысль. Я понимаю, что мы движемся очень медленно, но это стоит затронуть. К сожалению, многие люди в церкви считают, что Евангелие хорошо для язычников, а евреям оно не нужно. А еще многие христиане не свидетельствуют евреям об Иисусе, потому что думают, что этого делать не стоит, так как евреи и так Божий избранный народ. Они решают не рассказывать евреям, что Иисус — это их Мессия. Но заметьте, что здесь говорит Павел. Оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Павел не пишет, что Евангелие — это сила ко спасению только язычников или только греков. Он пишет, что оно спасает и евреев, и греков. Либо Иисус — Спаситель мира, либо Он — ничейний Спаситель. Либо Он — Мессия для всех, либо ни для кого. Он — единственное послание, которое приносит спасение. Поэтому не стесняйтесь рассказывать о своей вере евреям даже прежде всего. Им Иисус нужен так же, как и вам. Именно поэтому Иисус сказал Своему народу, Израилю, «Если вы не поверите, что Я — Мессия, которого вы так ждете, если вы не поверите, что Я — это Он, Я Есмь, то умрете вы своих грехах». И когда Он приходил, Он говорил, «Я должен благовествовать Дому Израилеву». Подумайте о том, как древние израилетяне узнали, кто их Бог. Вначале у них было очень мало знаний. Только со временем Господь начал открываться им, и они поняли, какой Он сострадательный и как Он сочувствует их слабостям. Господь открывал людям Свою природу и Свой характер через Свои имена. Одно из имен, которые Он открыл им, это Яхве, Нисси, или Господь, наше знамя, наша победа. Знамя — это символ победы в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы поняли, поскольку вы принадлежите Иисусу, поскольку вы были рождены свыше Ваешуа, внутри вас есть Дух, который будет постоянно заставлять вас подниматься наверх и побеждать. Почему? Потому что Яхве Нисси поднял знамя победы над вашей жизнью и сказал, что тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. А еще Он сделал вас больше, чем победителем в царе Иешуа. Поэтому стойте твердо, будьте смелыми и провозглашайте, кто вы. В Яхве вы победитель, обреченный побеждать вечно. В Торе Моисей сказал, что Бог пошлет Израилю пророка, такого же, как и сам Моисей. А кто не будет его слушать, будет отрезан. И в начале деяния апостолов Петр сказал, что Иисус это именно тот, о ком говорил Моисей. Моисей сказал, Господь поднимет из вашей среды пророка или проповедника, такого, как и я. Всякий, кто не послушается его, будет отрезан. Получается, что Иисус спаситель для всех. Если это не так, то Он не спаситель ни для кого. И Павел говорит, что Евангелие спасает всех людей, и евреев, и греков. А теперь послушайте следующий стих. В нем, то есть в Евангелии, открывается праведность Божия. Что имеет в виду Павел, когда пишет, что в Евангелии открывается праведность Божия? Чтобы понять, что имеет в виду Павел, давайте посмотрим первой и второй стихи в этой же главе. Павел представляется и говорит, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благополу, к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях. Павел пишет, что он стал посланником, агентом Божиим, чтобы нести послание, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях. Иными словами, в Торе, в еврейском Писании, Бог обещал поднять Спасителя, прислать Мессию, и еврейский народ ждал Мессию. Когда Иисус пришел на землю, они уже давно ожидали Мессию. И в Израиле появлялось множество фальшивых Мессий, но когда пришла полнота времен, Бог послал настоящего Мессию, Он послал Своего Сына. И в том, что Он послал к нам Своего Сына в качестве Мессии, и была явлена нам Его праведность. Где же здесь праведность? Она в том, что Он исполнил то, что обещал. Еще раз посмотрим второй стих. Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях, а затем Он исполнил то, что обещал. И в этом открылась Его праведность. Он выполняет Своё Слово. Он верный. Ведь в Нём, как написано, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Павел подчеркивает здесь тот факт, что спасение всегда приходит через веру. Вспомните первого еврея Авраама. Как у него начались отношения с Богом. Он что, соблюдал десять заповедей? Нет, их ещё не было. Авраам ступил в отношения с Богом через веру. Бог пришёл к нему, он услышал голос Божий, он поверил Богу, и Писание говорит, что это засчиталось ему в праведность. А Иешуа — это семя Авраама. Это то, что было обещано Аврааму. В твоём семене благословятся все народы земли. Иисус и был этим семенем. В послании к Галатам сказано. Об этом и сказано и в Торе, но в послании к Галатам мы видим цитату из Торы. «Бог сказал Аврааму, в твоём семене, Авраам, благословятся все народы земли». А в послании к Галатам Павел пишет, что семя, о котором говорил Бог, есть Иисус. Итак, как Авраам вступил в отношения с Богом исключительно через веру, как мы сегодня вступаем в отношения с Богом. Вы знаете, тоже через веру в Иешуа. И в послании к римлянам 1 главе 17 стихе мы читаем, что Евангелие передавалось от веры в веру. Всё началось с Авраама, а кульминацией стала вера в нашего царя Иисуса. В следующий раз мы поговорим с вами о том, насколько вы понимаете, зачем Бог послал нам Мессию. Бог любит нас. Он желает, чтобы у нас всё было хорошо. Он желает, чтобы мы были счастливы, потому что Он счастливый Бог. Но если мы не понимаем всю серьёзность греха и его последствия, мы не сможем по-настоящему понять, зачем пришёл Иисус, почему Он пролил свою кровь, почему Он был прибит ко кресту. Ну и в 18 стихе говорится, что открывается Божий гнев с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. «Ранее я говорил, что послание к римлянам – это самое всеобъемлющее с доктринальной точки зрения послание во всём Слове Божьем, которое помогает нам понять нашу веру в Бога через Иисуса. Это и есть Евангелие. Ещё раз, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду». Если мы не понимаем основные концепции в послании к римлянам, то и Евангелие мы тоже не понимаем. А как Павел помогает нам понять его? Во-первых, он говорит, что это благая весть и сила Божия ко спасению. В 18 стихе он рассказывает, от чего нам нужно было спасение. Во-вторых, Павел говорит нам, что нам нужно спасение от гнева Божьего. Послушайте это ещё раз, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. И в следующий раз я поговорю с вами о гневе Божьем и о страхе Божьем. Я не хочу навязывать вам чувство вины, а лишь хочу показать, насколько серьёзен грех и его последствия. Также нам нужно осознать, что страх Божий это начало мудрости. Страх Божий чистый, он меняет души. Нам нужно ходить в любви к Богу, а также иметь к Нему святой страх, потому что они вместе меняют нас и преображают в образ Иисуса. даже Иешуа сказал, не бойтесь людей, которые могут убить только тело. Бойтесь Бога, который может уничтожить и тело, и душу в аду. С вами сегодня был Равин Шнайдер. Бог очень любит вас. Я тоже люблю вас. Шалом. Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге числа 6 главе с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее. Так благословляйте сынов Израилевых, да благословит себя Яхва и сохранит себя. Пнавей леха ве асем леха шалом. Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милости к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновить других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Следующий выпуск тоже выйдет из гор в штате Колорадо. Равина расскажет вам о том, как вы можете пробудить Божий Дух в тех, кто подавляет в себе Божий призыв. Не пропустите этот выпуск. Вы получаете назидание вере и обновление через проповедь Аравина. Если вы получаете благословение через проповедь Аравина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовестовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение узнава еврейского Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Возлюбленные, благодаря вам мы можем проповедовать Евангелие, которое нам передал апостол Павел. Многие из вас понимают, что нужно исправить то послание, которое провозглашают сейчас. Разбирая послание к кремленам стих за стихом, мы начинаем понимать, каким на самом деле является послание Евангелия. Люди должны услышать эту истину. Иешуа дал нам поручение, которое состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие всему творению. Возлюбленные, мы должны проповедовать то Евангелие, которое вы слышали сегодня. Благодаря вашей финансовой поддержке, миллионы людей по всему миру слышат радостную весть о Мессии и Иисусе. Возлюбленные, когда вы участвуете в нашем служении, вы участвуете в подготовке атмосферы земли к возвращению Царя Иисуса. Вы повинуетесь тому, что Он сказал вам нести радостную весть о Его скором возвращении. поддержите нас своими финансами, потому что это духовный закон Царства. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7-ки. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. еврейского Иисуса» «Узнавая еврейского Иисуса» «Узнавая